Софья Кириллова работает детским врачом и еще на третьем курсе университета стала донором. Кровь сдает регулярно. Осенью переболела ковидом в легкой форме, быстро восстановилась и как только это стало возможным, решила сдать антиковидную плазму. Для этого оставила заявку на сайте, после чего медика пригласили на процедуру. А спустя месяц узнала, что ее плазма спасла жизнь человеку. Как врач я понимаю, что данная инфекция, она достаточно трудно пытается терапии, а переливание плазмы – это очень эффективная методика. Я уже от одного звонка, когда мне сообщили, что моя плазма пошла на пользу пациенту, стала намного лучше после переливания. Это такая радость. Плазму с антителами перелили 60-летней Людмиле Федоровой. Женщина заболела еще в январе. Сначала лечилась дома, но становилось все хуже, и женщина оказалась в реанимации. Говорит, если бы не переливание плазмы, неизвестно, увидела ли она бы своих внуков. Для меня были они как ангелы. Вот все заходят в белом, вот ангелы и ангелы. Доктора молодцы. Они говорили, что мне дают, какие лекарства, какие капельницы. И доктор предупредил, что, допустим, завтра мы вам будем переливать плазму антиковидную. Вы не против? Конечно, не против. Уже на следующий день после переливания плазмы Людмиле стало гораздо лучше. К этой процедуре врачи прибегают в том случае, если после трех недель болезни пациент не выздоравливает. Достаточно много пациентов мы пролечили с помощью антиковидной плазмы. Это пациенты, у которых не было эффекта от стандартной терапии, или в первые дни заболевания тоже активно использовали антиковидную плазму у пациентов со средне-тяжелым течением и тяжелым течением коронавирусной инфекции. Одному пациенту требуются две дозы плазмы. Их вводят с промежутком в 24 часа. Донором может стать любой человек, который перенес коронавирусную инфекцию, и его кровь содержит много антител. При этом у него нет хронических заболеваний, заболеваний крови или перенесенного туберкулеза. Виктория Шарая, События.